Добрый, 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 добрый день, друзья! Залетаем сразу же на третий раунд. Я заранее извиняюсь за эту задержку, но вот как только получил GoTV, так сразу же и ворвался в этот матч. Так что, в принципе, ко мне претензий можете не предъявлять. Начинаем мы просмотр закрытой квалификации СНГ региона. Спасибо, что залетели на трансляцию. Вот сейчас все. Рекламка GGBeta по центру. И я так смотрю, Vega отдаю первый девайсный раунд за сторону атаки. По крайней мере, остаются Сист и Краш в довольно непростом для себя моменте при ситуации уже 2 в 4. Пишите в чат, за кого болеете, поднимайте щиты. И, конечно же, не забывайте поддерживать любимые команды. По пикам банам, оверпасс, мираж и карта ДАС-2 будет сыграно. Сейчас, в принципе, у меня есть даже, по-моему, более подробная информация, потому что на ХЛТВ она такая поверхностная довольно. Давайте досмотрим раунд, и я уже вам подробнее обо всем этом расскажу. Попытка подсадки на болото. В принципе, Муншайн тут не видит, не чувствует опасности. Ноги, в принципе, не было, так как с этой подсадки ничего толком и не просматривалось. Муншайн. Один из старожилов, кстати, команды NotBet еще в старом составе. Этот парень выступал под этими знаменами в виде двоих. Так. Второй пик. Отличная работа. СНК. Правда, дает минус, а не Муншайн. Но тут уже сути дела не меняет. Минус 4 от СНК. Кстати, поздравляем парня. Сразу же квадрокилл на первом девайсном раунде. Так вот, по пикам бана минус Нюк, минус Вертига. Вега избавились от Нюка, от Вертига избавилась команда NotBet. Сейчас мы смотрим пик команды Вега. Сквадрон, дальше Мираж. Выбор команды NotBet. Минус Инферно, минус Трейн. И третьим решающим будет у нас матч на карте The Dust 2. Такие дела. Такие дела. Так что пожелаем командам, конечно же, удачи. Вам приятного просмотра. И начинаем полное погружение в мир Counter-Strike. Также работает плеер StarLadder 10. И на пятом канале с трех часов дня по Киеву и Москве начнется освещение полуфиналов ЕЦС Лиги. Так что Кейсика будет много. Кейсик будет интересный. За всем, конечно, будет тяжело уследить. Но вы постарайтесь. Попытка выйти на монстр, как мы видим, ни к чему не привела. Довольно дефолтный молик. Флешка прострел. Останавливает весь этот выход. Но, тем не менее, Сист распечатывает бита. Также, как только будет возможность, пробежимся по составам чуть более подробно. Расскажу, в принципе, про команду Not Bad, наверное, побольше. Так как игроки Веги все-таки уже и на буткемпе сидят, и кучу контента выпустили. И, в принципе, как раз на этот минор настраиваются максимально серьезно. В целом у нас 16 команд, 8 из них получат путевку на непосредственно сам минор на Лан. Уже часть, по-моему, если я не ошибаюсь. Так что 8 команд и 16, и шансы очень-очень неплохие. Пройти дальше. Выход, кстати, снова на точку Б. Причем СНК плюс Моншайн тут довольно так осторожненько дефят. Собрали инфу, легенький прострел дали. Ну и сейчас, видимо, под эту флешку начнется выход. Да, СНК уже за плантом. Хорошая позиция. Два человека отвлеклись на девятку. Фикс пожертвовал собой, но СНК делает красиво. На чекале последнего это Джиар. Ну тут, да, с 8 хп и МАК 10. Хоча Джиар может, Джиар может все, что угодно. СНК. Как же сегодня тащит СНК 8 на 2. Его статистика успеет, да, успеет. Успеет задефьюзить второй квадрокилл от СНК. И вот это красиво. Вот это действительно жаркое начало этого киберспортивного дня. Так вот, по составам Вегас Квадрон. Это Джиар, Краш, Сизд, Скубикс и Дима. В принципе, ребята в обновленном составе. Вместе с Сиздом уже довольно долго тренируются. И, ну, практически официальных матчей они не проводили. Все свое внимание направив как раз-таки на миноры, мажоры и так дальше. По мировому рейтингу занимают они 63-ю строчку. Их оппоненты это Муншайн, СНК, Фикс, Бит и Зет Ку Кейм. Именно такой продолжительный длинный никнейм у нас у этого парня. Посмотрим, как он себя проявит. Команда в данный момент на 80-й строчке мирового рейтинга. Что, в принципе, неплохо. В принципе, неплохо. Собрали, я так понимаю, уже этот состав именно под миноры. Остался из прошлого ростера только Муншайн. Под финскими знаменами, кстати, он на ХЛТВ подписан. Обозначен, так сказать. Таксист тут неплохо, кстати, задавил Муншайна как раз. О котором я только что упоминал. И вновь, вроде бы как, довольно легко атака выходит на базу Б. Но не хватило огневой мощи. Девайсов все-таки практически не было. Только лишь один калаш, теки и легкие арморы. В распоряжении команды Вега были. Поэтому, в принципе, тут да. Все это останавливается. Четко дорабатывает Фикс по Скубиксу и Сизду. Счет становится у нас 3-2. Команда Notbet берет вот такую серию, получается, из трех раундов. Также по команде Notbet прошли открытую квалификацию под номером 2. Обыграли казахстанский коллектив Лог на Мираже 16-14. И также 2-0 убрали команду Норбент. Вот именно так они попали в этот матч. Вега, соответственно, получили прямое приглашение. С этим, я думаю, вопросов ни у кого не возникает. Ну и также Фикс бит у нас под украинскими знаменами. Биту 16 лет. Так что обратите внимание на этого молодого таланта. Z-Hook Game у нас из России. И SNK прямиком из Киргизии играет. В принципе, я думаю, вы все его прекрасно помните по составу Tengri. В принципе, наверное, максимально опытные игроки это Фикс, это SNK. Муншайна, в принципе, опыт есть, но не такой глобальный. Ну и бит плюс Z-Hook Game, как я понимаю, в качестве таких двух бомбардиров, двух таких молодых аймеров. Попали в эту команду, так что давайте смотреть, что из этого получится. Пока что 2 энтри килла обеспечил Дима. И с 4 хп, как мы видим, все еще выживает. По структуре атаки снова мы видим явный акцент под точку B. На приеме работает Фикс. Ну и также где-то неподалеку вот он SNK, который пока в основном и останавливал все эти врывы. Именно на B-плэнт. Начинается выход. Тут, в принципе, два опорника могут постараться. Фикс ловит флэшку. Ой-ой-ой, там помешали друг другу парни на позиции шарта. SNK все еще за плэнтом. Фикс дал минус, выживает. JR ставит бомбу, хотя время вроде бы еще есть. Нет, четко забайтил, четко забайтил. Тиммейты прикрыли. Такой, конечно, врыв был довольно самонадеянный от Фикса. Пытался забрать JR еще и выжить в этом моменте. Но в итоге и JR не убил, и бомбу поставили террористы, и сам Фикс погиб. Такие дела. ZHK уходит на сейв своей снайперской винтовки. В принципе, мы видим как раз молодым, пока не дают играть. Молодых поставили на Аплэнт. Бит 0.05, ZHK 0.03. Но, наверное, осуждать мы их пока что по этим предварительным результатам не будем. Все же, все же, ну, банально Вега не давали особых шансов здесь сделать какие-то фраги. Постоянно, раз за разом выходя именно на точку B. Ну что же, ничья 3-3. Также, в принципе, можем отметить, наверное, Сизда, отметить Диму. 7 к 3 и 7 к 4 отрабатывают пока игроки команды Вега. Ну и 8 на 3, SNK, 2 квадрокила. Об этом также я упомянул. На плей-ретрансляции StarLadder 10, кстати, играют Team Spirit против Extremum. Extremum, точнее, извиняюсь. Прямо сейчас тоже параллельно играется Best of 3. Открывайте мультитвич, открывайте параллельно как-то две вкладки. Но, действительно, и тут, и там, я думаю, будет довольно интересно. Entry kill, The Who Came. Ну вот то, как раз-таки, на чем я акцентировал внимание в прошлом раунде. Что, в принципе, еще банально не было шансов себя проявить хорошо этому снайперу. Ну вот, вышел, сделал первый минус и вернулся назад на дефолтной позиции. Оп. Интересный прострел. JR тут пытался ловить тайминг. На самом деле даже показалось, что попадет прострелом. Но в итоге все-таки Moonshine уходит невредимым. Дал довольно дальнюю хаешку. Moonshine штрафует Сизда. Оставаясь, конечно, при этом довольно битым. Но это ситуация 5 в 3. JAR. Так, делал нашифровку какую-то. Хотел, видимо, уже пробрасывать дым. Но в итоге передумал. Crash также готовит свою флешку. Видимо, под флешку как раз Crash будет выходить. А, нет, они втроем решили пушить монстр. Вновь, кстати, на B-плэн все это развивается. Такая вот четко выраженная тенденция сейчас у Веги. Пока на этом плэнте один опорник. Это СНК. Есть Молотов на спуск. Есть дым. Выключают из этого раунда СНК. Также падает еще Moonshine. Опорники без размена умерли. Поздний Молотов. Но, тем не менее, бит все-таки успевает. Ой-ой-ой, успевает не только отходящего JAR, но еще и Диму развалить. В итоге Crash остается последней. Довольно невыгодная для него позиция. И действительно так и есть. Не сказать, что с двух сторон его пикнули. Но, тем не менее, фикс оказался в нужном месте в нужное время. И 4-3. Вот как-то все-таки на плаву. Как-то все еще команда NotBad умудряется сохранять как экономическую составляющую, так и преимущество по раундам. Да, 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 возвращаемся в игру. Как мы видим, атака. Вроде бы как еще не сильно нас балуют какими-то раундами. Есть размены, есть вроде бы установка бомбы на B. Но хотелось бы, наверное, все-таки чуть больше разнообразия. Как-то использовать длину, люркерить, дуга, душевые. Ну, вот эти вот все раунды, когда действительно занимается, по крайней мере, там фонтан, занимается позиция шаров. Но этого пока нет. Пытаются вроде бы выйти второй раунд подряд. Игроки команды Vega на дефолт, на эту пресловутую детскую площадку. И теряют. В прошлом раунде, по-моему, с Кубикса потеряли. В этом раунде Диму. В общем, ZHUK на вот этой агрессии вновь дарит своей команде преимущество по живой силе. Тем не менее, краш разменялся. Это он прыжки убил. А ну, а ну. Походу. Походу в прыжке убили вот этого молодого человека. Ладно. На длине погибает фикс. Ну вот, есть результат. Там сделали минус. На длину отправили еще одного. И, в принципе, команду Not Bad мы видим. Растянули по карте. Ой-ой-ой, ужасная позиция у Муншайна. Как-то под развеивающийся смог он находился в этом углу. Начал смещаться. Ну, в общем, как-то не сложился этот раунд для Not Bad. Дым в девятку. Здесь, кстати, некому на самом деле принимать уже базу B. По идее, атака спокойно ставит бомбу. Ну, а вот команде Not Bad, я так понимаю, нужно уже сейвить. Нужно сохранять девайсы. 1200 долларов на банковском счету СНК. 1000 Муншайн. Ну, и, конечно, терять АВИК, терять АУК. Здесь абсолютно противопоказано. Тем более, как мы видим, дефьюз китов у оставшихся игроков Not Bad нет. Вегас Квадрон. Так довольно холодно закрыли раунд. Казалось, на первой секунде потеряли Диму. Вроде бы снова все пошло под откос. Эти раунды 4 в 5. Но все же фраг тут, фраг там. Пооткусывали у защиты игроков. Без размена, кстати, что, наверное, не очень здорово. Для команды Not Bad. Ну, и вот вам результат. Очередная ничья, кстати, на дабло. 4-4. В принципе, эти размены по раундам продолжаются. Пока вот такого четко и ярко выраженного преимущества мы с вами не наблюдаем. Хотя вот сейчас есть отличная возможность для команды Вегас Квадрон. Поднапрячь именно экономику. Команды Not Bad. И выйти на какие-нибудь там, допустим, 7 раундов за сторону атаки. Так, все хорошо, вроде бы, да, 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 да. Все работает, все замечательно. Так, где у нас? Ай-яй-яй, не дают, не дают в этом раунде поработать. Зет-хукей ему. Ну, 3 энтрекела, наверное, подряд это было бы слишком шикарно, слишком сладко для этого парня. Работали мы видим тут втроем Not Bad. Видимо, ждали какого-то реванша. Ждали, что Вега побежит. Вега попытается как-то против этого снайпера сыграть. Но атака все-таки более так поступательно, более медленно занимает детскую. Причем вот, наконец-то, к девятому раунду мы видим этот дефолт. Это 4 плюс 1. Это, наверное, самый такой популярный, самый ходовой раунд за атаку на карте The Overpass. Когда, ну, вот так потихоньку, потихоньку, к минуте занимается подход к дуге, занимается, там, чекается длина. Ну, и, конечно, все это время люркер, в данном случае Сист, работает под базой B. Атака, правда, не выходит пока на болото, хотя есть все для этого предпосылки. Краш готовит флешечку. Кстати, гранат в целом не очень много. Вот такая вот флешка, открывается дверь и сам под себя спокойненько под эту флешку Краш выходит. Снова B. Здесь Муншайн со своим диглом. Есть также СНК у него на хелпе. Так, а где у нас? А, тут 3 человека. Тут 3 человека. Отлично. Вроде бы как должна быть комбинация для Not Bad. Муншайн подбирает калаш и уходит. Вот это вот отличные новости. Для команды Not Bad Дима выходит пикать болото, но в итоге его банально перестреливают из этого подобранного калаша. Муншайн уже в точке. Давайте посмотрим за Джаром. 2 в 4. Тяжелейший момент. Видит голову, не перестреливает СНК. Краш за цементом. Ну, четверых тут просто нереально будет положить. С первым справляется. Фикс. Да, Фикс перестреливает. Краша. И счет становится все-таки 5-4. Не могут, не могут переломить ход первой половины в свою пользу. Вега-Сквадрон. Мы видим, эти качели все продолжаются и продолжаются. А на самом-то... На самом деле не так уж и много раундов до смены сторон. То есть мы уже смотрим 10-й. И в какое-то супер преимущество уже ни одна, ни другая команда выйти не сможет. Давайте также, наверное, посмотрим на коэффициенты. Наш партнер GGB давал, по-моему, перед началом этого матча 1 к 6. Да, вот даже 1 к 6 с половиной. Но это на всю серию Best of 3. А на карту 3-0-3. 3-0-3. Но Бет все еще аутсайдер в глазах букмекеров. Ну и 1-34 на Вегу. В принципе, если вы максимально уверены в команде Вега, то можете вот на 1-34 залить. Такие дела, такие дела. Цифра от нашего партнера. Ну а тем временем хороший поджим. Второй хороший пик. Вега Сквадрон, наверное, поэтому и не ходят на дугу, поэтому вообще не ходят на точку А. Тут их разваливают. Хорошая, кстати, позиция в итоге у Краша. Заткукейм полез уже дальше. Рассчитывал, что кто-то будет на этих ступеньках. А Краш находился буквально за ближним углом. Муншайн. Муншайн против Сизда. Размен дэмэджем. Четкий прострел сквозь текстурку по голове. Ну и все это время Фикс, который сделал свой минус. По-моему, про него вообще забыли, да? Так и есть. Кубикс, мы видим, погибает абсолютно на ровном месте. Ну и господин Краш последний. Пожелаем ему удачи в этом нелегком бою. 1-4 остается Игорь Шевченко. Знает про спину, знает, конечно, про опорника. Бит гад. Вот это да. 17 хп, тем не менее, справляется уже, наверное, можно сказать, с ветераном миноров, с ветераном подобного рода турниров. С Крашем. По фрагам. 10 на 4 СНК. 9 на 5 идет Фикс. 9-9 Муншайн. Ну и молодые горячие все еще расстреливаются, все еще разыгрываются. Но можем смело сказать, что пока не выпадают на общем уровне. 6-4. Теперь уже у самой команды Вега Сквадрон мы видим только лишь глаки в руках. Какой-какой-то, не сказать, прям вялый старт от команды Вега. То есть чувствуются заготовки, но на каких-то таких простых моментах, типа занять шары, возникают трудности. Такая очень агрессивная стилистика по последним раундам у команды Not Bad. Наверное, вот как только Зет Хукейм начал давать энтри фраги своего авика, так и почувствовали уверенность в направлении шаров игроки Not Bad. Ну вот просто Фикс, он тут один. Смотрите, где вся команда, там стоят 2 плюс 2 по плентам, и Фикс спокойненько под ТРС прожал. Конечно, он понимал, что там глаки, но вот тем не менее действовал очень-очень хладнокровно в этом моменте. Подобрали Аук. Ну тут минута времени, есть даже дым у Сизда. Но в целом, конечно, выглядит это все довольно печально для команды Вега. Ох, как-то проспал немного бит, такое чувство, что он должен был убить с Кубикса. Оставил все-таки последним 20 хп. Сист. Так, Денис подсаживает. А Дениса, точнее, подсаживает, и он делает минус. Такая вот, довольно, казалось бы, простая микрофишечка СНК. Ну, сегодня, сегодня у СНК все хорошо. В принципе, я думаю... Ай-яй-яй, Денис, 20 хп не справляется. Раунд 2 в 4 превращается в 1 на 1. Пистолет в руках с Кубикса. Что же он будет делать? Он будет пытаться убегать на Аплент. Но очень уверенный стрейф вперед от Муншайна все-таки дарит этот раунд команде Not Bad. Это было 2 в 4 без арморов, с одним подобранным Аугом. И команда Вега практически, практически довела это до победы. Ситуация 1 в 1 была. Это... Это серьезно. Но, тем не менее, раунд выиграли. Раунд выиграли это самое главное для команды Not Bad. Я болею, наверное, за то, чтобы были интересные матчи в качестве явного фаворита здесь команда Вега. Но Not Bad показывают пока что довольно неплохой уровень. И я думаю, этот матч может получиться весьма зрелищным, весьма интересным. Особенно, если доставят команду Вега тащить, брать клатч-раунды. Ну и действительно выкладываться на максимум. Показывать тот уровень, с которым команда ездит на мейджор чемпионаты. Есть, конечно, у нас примеры тех же NIP, которые там в свое время не могли пройти на минор даже. То есть, в принципе, не всегда даже сильная команда может в локальном состязании одолеть каких-то свояков, каких-то вот местных парней, с которыми уже давным-давно знакомы, давным-давно все играли, прииграли. Фикс первый минус. Ну вообще, с энтри киллами у Not Bad складывается все просто замечательно. Причем Вегов даже не оборачивается. Они просто идут вперед. Здесь Z-Hook game. Раунд, кстати, под А чуть ли не первый. Нет, все-таки Скубикс чекнул спину. Срезают фикса. Ну непонятно, поторопился фикс или нет. В этом моменте все-таки атака еще не начала по факту выход. Разменявшие, кстати, пытаются вернуться назад. Сейчас террористы. Краш. Под флешку СИЗ, да? А, это два смока. Это два смока, извиняюсь. Смотрим. Удшайн. Это флешка тиммейта. Кстати, на длине все это время с Кубикс. Это, видимо, такой интересный фейк. Показывают нам сейчас игроки команды Вега. Отличное попадание. Z-Hook game понимает, что сейчас на его плечах ответственность за весь этот раунд. СИЗ, да ладно, погибают. Погибают. Такой неплохой был фейк. Но снайпер дает первый минус. Приходит хелпа. И вот вам результат. То, о чем я говорил. Z-Hook game и Bid, они все-таки больше под А-базой работают. И работают в качестве опорников. Ну или поджимающего снайпера. Поэтому, возможно, фрагов у них все-таки поменьше. Но в целом, ну классный. Классный кейсинг наблюдаем. То есть пошли задумки. Пошла уже попытка раскачать эту оборону от команды Вега. Но мы видим, не ведутся на это нотбет. И отдельно хотелось бы выделить, наверное, момент энтрики лоу. В тот момент, что перестреливают. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сколько много хп-то потеряли сейчас в этом коктейле Молотова. Начинает собирать урожай с НК. Минус 2 есть в его исполнении. Тут же Z-Hook game падает. Что, полезет? Полезет с Кубикс или нет? Z-Hook game уходит. Фикс. Фикс. Отлично стреляют. Отличный аим у команды нотбет. Такое впечатление, что в каких-то очных перестрелках команда Вега проигрывает. Чуть-чуть впереди по фрагам. Если в целом посмотреть, там 13, 10, 14 команда нотбет. У Веги 9, 9, 11. Вроде бы неплохо, но счет уже 9, 4. То есть пора включаться. Пора как-то сниматься с этой первой передачи и начинать действительно показывать игру фаворита. Тем более на своей собственной карте. Напомню, команда Вега выбрала оверпасс. Мираж это выбор коллектива нотбет. То есть это явно не матч на коэффициентом 1 к 6, 1 к 7, как давал букмекер. Здесь, ну, 1 к 2, наверное, на команду Вега в качестве фаворита я бы выделял. Также у нас довольно мало информации по официальным встречам на ХЛТВ за последние 3 месяца. Поэтому какие-то однозначные выводы сделать тяжело. В какой форме находится данная карта у команд. Все-таки нотбеты именно к минору собрались, а Вега просто на буткемпе сидели, поэтому официалок у них практически никаких не было. Ну, вот если команда собралась на мейджере, если она пикает оверпасс, я сейчас говорю о Веге, то должен быть готов этот оверпасс. Причем очень даже хорошо. Фикс нового аркада, причем так вообще без печали, без печали. Теперь поджимаем перекрестный огонь. Также Зетхукейм отходит назад, есть первые размены. Под флешечку он просто бежит вперед. Нет, 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 нет. Никуда не бежит. Очень сильно рисковал сейчас Муншайн, но вовремя спохватился, вовремя вернулся на дефолтную позицию. Счет по выжившим 4-4. Зетхукейм красный, но тем не менее живой. Так, под точкой Б потихоньку собираются сейчас террористы. Краш, готовил смачок уже. Это будет очередной выход на базу Б. Да, дым 9, дым хилпа. Флешечка и побежали. Чекаем выход. Кстати, неплохо сразу дропается по девятку у нас СНК. Давайте посмотрим за ним. Уходит в хилпу. Опа, увидел, увидел слева. Ждет в пуск, как он читает, но тут немного не перестрелял. Тем не менее Муншайн дорабатывает, выходит в размен СИСТ. Молик. Но Молик, по-моему, тут не помешает особо крашу. Подгорел, конечно, краш, но в итоге выжил. Битгат последний. Сейвит авик. Сейвит авик. Мы видим, экономика все-таки довольно спорная у команды NotBet. И на горизонте последний раунд первой половины, конечно, который хотелось бы безусловно провести все же с АВП. Который сейчас охраняет Битгат. Вега-Сквадрон, выходы на Б, в принципе, неплохи. Зачастую, наверное, в большинстве подобных раундов устанавливается бомба. Это хорошо, но вот с точкой А пока дела не складываются. В принципе, и сами игроки Вега не особо А обузили. То есть буквально парочка раундов была под базу А. Ну и в целом их там останавливали. Где-то за счет ранних поджимов, где-то за счет того, что, ну, просто неплохо себя чувствовал Заткукеем в качестве опорника на А. И он дожидался хелпы. Я вот все-таки немного удивился покупке второй снайперской винтовки. Ну, ладно. Окей, два авика. Смотрим. Битгат уходит набрасывать тиммейтам Смачок. Атака, я так понимаю, снова под Б сейчас побежит. Заткукеем в тоннеле. Тут никого. О, а нет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, он идет дальше. Он идет, он идет, ловит флешку, стреляет и уходит. А, там Молик. Украша в руках был Молик. Тем временем выход снова на базу Б. Муншайн, по-моему, видел. Дам дает флешку. Битгат хороший минус. Муншайн еще одну кабину разваливает уже. Три в пять. Ой-ой-ой, как же сложно. Как же тяжело команде Вега в этой первой половине. Не смогли зайти. Потеряли двоих. Один такой раунд Вега-Сквадрон уже выиграли, мы помним. Ну, допустят ли еще раз настолько грубую ошибку. Not bad. Полетела флешка. Сизда подсадили. Девятка пустая. Проходит в это время краш по монстру. Муншайн в углу СНК. На хелпе. То есть, по факту, отдают. Отдают Б-плент. Это такая вот стилистика игры в бароне от Not Bad. Они особо не сражаются. Они дают ставить эту бомбу. Так, подожди. Куда это я улетел? Как-нибудь вот так вот, что ли? Все это должно смотреться. Чтобы все в кадр попали хочу, но не получается, к сожалению. Да, Сиз шар там. Двойка будет пушить монстр. По гранатам абсолютный вакуум у команды Вега-Сквадрон. 25 секунд. Начинается выползание. Града контакта. Сиз. Ловит вроде бы на стрейфе СНК. Тем не менее, СНК перестреливает. Приходит также хелпа. Вот он авик. Вот она бомба. Давайте посмотрим за крашем. Наверное, только на него тут вся надежда. Его простреливают. Но, по-моему, инфы нет стопроцентной. Жар. Жар. Два хэдшота. Нет, нет, нет. Не нужна хелпа здесь Жару. Вот так вот. На капитане себя чувствует Жар. Потащил. Героически просто потащил. Еще один хэдшот. И это минус. Четыре дамы и господа. Дмитрий в пятнадцатом раунде превосходно все сделал. Но это личная его заслуга. Это не раунд, который выиграла команда Вега. Потому что у них была заготовка. Потому что они там прокидали. Четко все сделали. Развели защиту. Как-то по плентам. Нет, это просто Жар расстрелял всех. То есть на таких раундах слишком далеко уехать не получится. Вот по факту два таких раунда в первой половине выиграли Вега. Находясь при ситуации 3 в 5. Не очень хочется, конечно, их критиковать. Но пока не проснулись. Пока действительно как-то тяжело идет эта игра. Для команды Вега Нотбет в свою очередь все-таки нужно продолжать тащить. Счет 9-6. Он абсолютно ни о чем не говорящий. Сейчас за защиту. У команды Вега все может быть на порядок лучше. Все-таки игра от позиции. Это вам не аркадить. Это вам все-таки... Не придумывать какие-то фейки. Тут четкая заготовка. Дима байтит. Краш готов тушить коктейль Молотова. Которого, кстати, не будет. У команды Нотбет 5 арморов. Фикс начинает просто... Просто аркадить. Фикс! Нет, все-таки не перестрелял. Дядя Дима. Делая два хитшота. Ну и тут все. Захлебнулась атака. В принципе, выпустили сейчас на базу Б. Вега-сквадрон соперника. Но все это закончилось на одном лишь Диме. При этом еще и со смоком в руках там сидел тиммейт. Поэтому, если что, краш бы доразменял. Интересный дэмэдж. 5 хп потерялся с хукеем. На базу А, кстати, тоже при ситуации 2 в 5 спокойно добегает атака. Хоть какой-то разбер. Хоть одного убили сейчас Нотбет. Но в целом пистолетка прошла очень спокойно. Очень так надежно для команды Вега. Дима делает два хитшота. И после этого все пошло по накатанной. Экономически сейчас проведут Нотбет. И в целом команда Вега потихонечку, помаленечку выйдет уже где-то на счет 9-8. И, возможно, даже сумеет наконец-то выйти вперед в целом по раундам. Но не будем забегать настолько далеко. В принципе, можем пока вот на такой скользкой статистике чекнуть непосредственно коэффициенты. На первый матч троечку. Троечку дает букмекер на Нотбет. 1.32 на Вегу. Чуть-чуть упали цифры именно на Вегу. Но пока вот глобально-глобально ничего не поменялось. 1 к 3. Так, Джар. По идее, тут должен слышать всю эту движуху. Команда Нотбет в принципе не брезгует базой А. Как мы видим, двигаются именно в направлении этого планта. Джар. Будет собирать. Понимаю, тут урожай. Да, с кубик первый минус. Джар хоронит еще двоих. Пытается по длине пройти за тюкейм. Но даже пистолет выхватить не успел. Джар. Закрывает. Нет, это СИЗ. Закрывает Муншайна. Я уже думал, нафармил еще Дмитрий. Но нет, только два фрага. Супер фарма не получилось. Но зато есть убийство. Есть выигранный раунд. Это самое главное. Но к первому девайсному подходит, мы видим, с двумя фарм машинками Вегас Квадрон. Также есть два Ауга и ФАМАС. Побежали. Побежали, ребяточки. Джар. Дефортный Молик. Атака тут в принципе тушит. Кстати, кстати. Любопытно, что все-таки потушили Молик. Возможно, это какой-то фейк на быстрый раунд. Муншайн, как мы видим, уже практически на шарах. Вся остальная атака в принципе под Б. Любопытная аркада от Краша. Занимается болото у нас. Под прострел тиммейта все это делается. СИЗ. Комбина. Комбина видно вот прям в обороне. Пошли заготовочки. Пошли действительно любопытные решения у команды Вега. Есть подсадка для Димы. Все чекается. Ну тут... А, тут раунд просто на... В этом основная проблема команды Вега. Как бы принимает фармганчик. Джар. Прикрывает. Как же жестко. Скубикс сейчас спас Джара. Тем не менее, на размен все-таки выходит атака. Очень далеко СНК. Но террористы... А, они развернулись. А Дима не пойдет дальше. Развернулись-то это, конечно, хорошо. Но... Пушить в спину их никто не будет. На длине. Засел Скубикс. Рискованная позиция. Но у него есть на прикрытии игрок под номером 6. А, он не туда смотрит. Я понял. Подсадка. Скубикс. Не видит. Не видит. Видит. Дает минус. Понимаешь, что подсадка сама себя не делает. Спину закрыли. Вот это ключевой момент раунда. Спину закрыл Зет Хукейм. На базе Б остается один игрок. И одно ХП у Фикса. 25 секунд. На длине очень далеко СИСТ. А у Краша мы видим МП5. На приеме шарта. Ага, тут дым. СИСТу нужно со всех ног просто нестись на эту хилпу. Краш. Как он двигается? Как он двигается? Господин Краш. Спрятался за цементом со стороны атаки. Не дать поставить. 6 секунд. Не дать поставить. Он дает минус. Одно ХП у Фикса. Все. Наигрались. Not bad в этом раунде. Move 200 IQ. Промутирался в этот дым. Краш стал за цементом. И сделал красиво. Еще становится 9-9. Как мы видим, уже 5 раундов подряд выиграла команда Вега. Ну и вот, наверное, такого КСа мы ожидали от коллектива Вега. Такого КСа ждали букмекеры, когда давали довольно-таки высокий коэффициент на этот состав. Один Калаш и, кстати, у нападения. Решили все-таки Not bad тут поэкспериментировать. Добрали еще 4 армора, кстати. Оттушить молик нечем. Окей, Калаш отрезанный. Смотрим. Джар. Дал прокидочку. Кстати, все гранаты потратил. Но в целом задача выполнена. Атаку он подстопил. То есть, вот эти ребята только-только-только выходят на фонтан. Хотя, хотели делать это, конечно, намного раньше. Можем вот тут вот посидеть с балкончика, посмотреть на Зетку Кейма. Попивая чаечек. Смотрим, как атака двигается. Где Калаш? Вот он. Вот он, Калаш. Ну, там диклы, конечно, но я бы предпочел посмотреть именно на него. Скубикс за углом. Момент истины. Скубикс! Ну, тут просто на порядок лучше сыграл. Тем не менее, Фикс все-таки дает размен. Подбирает этот Калаш. Аук. Все, девайсы пошли. Фикс! Как не убил! Казалось, четко все сделал. Включил прицел. Но, возможно, как раз этой полусекундной задержки включения прицела хватило Сизу, чтобы нанести достаточное количество урона. Флешка в глаза. Муншайн и СНК могут пытаться ставить эту бомбу. Как минимум. Но деньги нужны. Денежки нужны. СНК. 25 секунд. Что, они на Б хотят идти? Чекают дефолт. Тут никого. По таймингу уже могут прийти в спину. Тем не менее, нужно плендить. Рискуют. Бомба прошла. Как в банк-то запустили? А как в банк-то запустили? Но размен есть. Окей, СНК без армора. Единственный игрок команды NotBet, который, кстати, без бронежилета начинал этот раунд. В итоге остается один. Дима закрывает вопросы. Это дефьюз-бомбы. И еще становится 10-9 в пользу команды Vega. Всем еще раз привет, друзья. Спасибо, что заглянули на трансляцию. СНГ. Закрытые квалификации у нас в следующие несколько дней. На StarLadder 10 и 11. По-моему, даже на 12. Возможно, что-то будет. На пятом канале у нас ECS. Дорогие друзья. Так что КС-ика много. КС-ика, я думаю, на этих выходных будет даже более, чем достаточно. А также задержка на трансляции минута. Так что, в принципе, все ваши сообщения я вижу в реальном времени. Но мой ответ вы в случае необходимости услышите попозже. Немножечко. Такие дела. Ну что, девайсный раунд наконец-то для команды NotBet. Бомба была. Деньги есть. Отдали 4 раунда. Поэтому закупиться можно на максимум. Также хотелось бы подменить, что NotBet намного активнее все-таки на А ходят. Можно сказать, так зеркально пока отыгрывают команды. Вега. Ходили только на Б. NotBet пока что только на А. Но тут с Кубикс. Тут, в принципе, Джар. Вот эта парочка не пропускает. В точке А. Никого. Джар. Так, ладно, с Кубикс. Ой, разменялся. Я извиняюсь, не на того нажал. Джар. Отлично, отлично. Сегодня стреляет Джар. Также приходит на хелпу к нему Сист. Ситуация в меньшинстве уже для команды NotBet. Бомба вроде бы бежит назад. СНК, тем не менее, занимает, мы видим, подсадку. Быстро раскид готовят. Тут все еще Джар. Также у него на хелпе есть Сист. Денис, Костя. Под моменталочку врывается, разминулись. Увидел одного, услышал второго. Но как его убить? Как же этот дым мешает? Джар дает фраг. Джара, тем не менее, разменяли. 2 в 2. Вот это поворот. Вот это сюрприз. Так из банка краш. Супер быстро пришел. Но помешать установке бомбы не получилось. Дима с Дугеем. Атака уходит на длину. Это, кстати, максимально сейвовая позиция. Хотя слышит. Да, Дима слышит! С ножом бежал. Зетхукейм. Фикс последний возвращается назад. Попытка Дефьюза. Просто нужна кровь из носу. Бомба набрасывается. Что делает Фикс? В линию, в линию, в линию! Вышли 10-10! Это Фикс! До свидания, говорит команде Вега. И Люха хоронит двоих. Назову этот хайлайт. И ничья. Насколько плотный старт закрытой квалификации. И насколько же жестко команды просто душат друг друга. Первый тур, казалось бы, приглашенной команды против коллективов, которые прошли квалификацию. Должно быть легко. Фаворит должен закрывать. Но тут 10-10. Тут команда not bad. Не так уж и проста, наверное, как могло показаться. И как бы все жестко, пацаны. Болото. Вышел СНК. Здесь же двойная контр-аркада, как мы видим, от Димы и Краша. Во все тяжкие пошли Вега. Нужно показывать раунды. Нужно действительно как-то тащить. Прострелы, разменку ХП. Опа, Краш. Ну, хорошо по инфе разобрался. Его тут абсолютно не ждали. Также бомбу сейчас найдет Дима. Такой аркадный раунд. Аркадный раунд. Что делает Скубикс? У него фармган. Начинается беготня. Окей, пошел за бомбой фикс. Погиб. Застали врасплох. Сейчас атаку за Тхукейм. По-моему, что-то знает. По позиции Димы. Дима себя закрыл смоком. Как бы его тут посмотреть. Ну все, на бомбе. Тут уже приходит халпа. Три человека на бомбе у команды Вега. А бомба находится на Т-респауне. Нужно принять решение. Нужно как-то сходить за этой бомбой. Битгат. Затхукейм. Вдвоем. Вычисляют. Тут еще есть скаут, а не авик. Ну да, вот он попал. Долгу от этого не очень много. В размен спокойно выходит команда Вега. Муншайн может попытаться взять эту бомбу. Эть. Нет, не взял. 19 секунд. По-моему, это мертвый номер. 14 секунд. Бомба лежит. Ну да, если он убьет двоих, что делать вот с этим парнем? Нет, нет. Тут слишком хорошо зашла эта аркада от команды Вега. Просто идеальное решение. И в плане экономики, и в плане происходящего на карте все получилось ровно так, как нужно. Поломали экономику, продавили, выжили втроем. Все сделали очень-очень результативно игроки команды Вега. Также скинул в чатик розыгрыш. Сейчас, надо засечь. Засекаю минуту. Засекаю минуту, чтобы это было синхронно с моим голосом. Залетайте в Твиттер. Сегодня вечером разыграю наклейку 2016 года, дамы и господа. Она там на скриншоте. Голографическая CLG. Максимально красивая, максимально синяя. Три спины. Вот так вот. Вот так вот. Димка просто разбирается. Правда, я думал, и троих убьет. Но окей. Два фрага. Неплохо. Хотя отдал девайс. Ситуация спорная. Хотя, в целом, конечно, все еще Вега в преимуществе. Единственный момент. Это SNK, который вышел с двумя фрагами. Просто я смотрел на бомбу, которая вроде бы уходила уже куда-то на длину. Уходила назад. А SNK вышел с двумя фрагами. Муншайн, МАК-10. Зэдхукей. На М-очке. Экономика не такая уж и хорошая у команды Вега. На самом деле. Так, под флешечку выход. Муншайн чекает. Тут тебе никого. Ну как никого. Скубикс, скубикс. Вливается в ту. И Муншайн просто на морозе ставит эту бомбу. Стоило ли оно того? Стоило ли оно того? Непонятно. Ну, с одной стороны, да, это будут деньги. С другой стороны, все-таки мы видим эту тенденцию по раундам. То есть во второй половине только один единственный раунд за сторону атаки выиграла команда NotBet. Этого крайне недостаточно. И все-таки цепляться за экономику, цепляться за деньги при таком раскладе, конечно, решение неоднозначное. Как минимум. Ну, давайте смотреть дальше. Есть АВП за атаку без гранат. Всех остальных. Хороший закуп, что касается NotBet. Ну и Vega пока балансирует на вот этой гаране скользких денег. Чуть-чуть не хватает гранат. Чуть-чуть где-то у кого-то фармган. Но зато есть очень много тактических заготовок. Двойной пуш длины. Сентрики лом. Прожали бит года. СНК. СНК. Нет, тут... Насколько же классно, Аркадий, насколько же точны эти прожимы. Выходили из монстра. Выходили по длине. И все это работает идеально. То есть NotBet к такой агрессии, к таким парным выпадам не готовы. Все-таки вот тут, наверное, во второй половине мы видим действительно преимущество команды. Мы видим то, что заготовки, тренировки, буткемпы дают о себе знать. И вот такие хорошие решения приносят ситуацию 4-2. Но вот когда доходит до перестрелок, тут уже возможны проблемы. Тут уже... Ну, снова NotBet будут выкручиваться. И в прошлом раунде там 2-4 была ситуация. И они почти потащили. И в этом раунде все вроде бы как печально для команды NotBet. Но все еще можно выйти с хедшотом. Все еще можно выйти, дать минус. И заплантить бомбу. 30 секунд на таймере. Скубикс. Душит спину. Он на терриспауне. Такая вот флешечка. АВИК. Чек это. Тут никого. Тут, в принципе, джар вообще с прицелом идет. У команды Вега нет информации, насколько близко подошли к точке NotBet. А они сейвят? А, они все это время сейвят. Я тут думаю, на А, на Б, там что-то болото. Флешка сюда. А они сейвят. Окей. Тоже вариант. Тоже решение. Счет 13-10. В пользу команды Вега очень плотно сейчас завладели нитью игры именно акулы. Кстати, никто не запрещает скидывать акулок в чат. Скидывать, ну, как минимум, карасиков. Карасиков в чат за команду Вега. В принципе, скидывать я разрешаю. Прямо сейчас, как только вы, конечно, услышите мой голос после минутной задержки на нашей трансляции. Ну, и поднимайте щиты за NotBet. Скидывайте акулок, карасей за Вегу Сквадрон. Сейчас у нас финишная прямая первой карты. И пока очень-очень уверенно идут к своей цели именно игроки команды Вега. Джар вообще не скупится на гранаты. Он все свои гранаты раскидывает на первом тайминге. Делает это далеко не в первый раз. Укрепление базы Б, кстати. А тут монстр. Начинается выход. Продавили Диму. Четыре человека на базе Б. Ой-ой-ой-ой-ой. Как же будет сложно. Давайте посмотрим за фиксом. Его убили. Раскидка террористов. Но тут четыре Б у команды Вега. Дима. 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 Дима пытается ловить тайминг. Команда разваливается. Это три в три. Дима видит бомбу. Убивает. Не дал заплентить. Два. Нет, все. Последний бит. Последний бит. Есть у него, конечно, инфа по Диме. Опа. Скубикс. Не летит. Как же не летит. Спрей. Выше головы. Левее головы. Но не по голове. 14.10. В нападении, конечно, далеко не так хорошо себя чувствует Not Bad. И вот потому, что мы видим сейчас, наверное, все-таки первую половину нужно было закрывать еще более уверенно. Не отдавать раунды 5 в 3. Не отдавать раунды 4 в 2. И уже отталкиваться от, ну, какого-то запаса. Заработанного в первой половине, которого, по факту, сейчас у Not Bad нет. Один в атаке. Это грустно. Тайм-аут, кстати, для команды Not Bad. Пока что чекну чат. Ну, карасище ты тут как-то. Зрительские симпатии разделились, дамы и господа. Действительно, тут пока, ну, где-то 60 на 40. 65, может быть, на 35 в пользу команды Vega. Что у нас, кстати, на параллельной трансляции? 13-11 за командой Spirit. Там, кстати, играют Vertigo в первом туре на первой карте. Интересный мув, наверное. Экстремум пикнули, но это... Это все на StarLadder 10. Но у нас на 11-м канале продолжается схватка коллектива Vega и Not Bad после TeamTalk. Закупаются в ноль Not Bad. Отдавать 15-й смысла нет. Поэтому это калаши, это полное отсутствие гранат. Одна флешка есть, конечно, но это такое. Одна флешка, один дым на команду. Ну и Vega Squadron, которые почувствовали уверенность, которые сейчас такой на победной волне уже. Тут игра на АИМ, игра до контакта, очевидно. Под флешку вот только сейчас. Единственное, что могли сделать, вышли на старт дуги террористы. Сами будут идти дальше. На длине. Три человека по факту. Ну, вообще, очень такая гибкая защита у Vega. Это агрессия на монстр, агрессия на длину. 4B, 3A. Очень-очень разнообразно все это смотрится. И здорово. Так, скубикс. За углом. Ну, тут тиммейт. Тут как бы все байтится, все простреливается. Флешки готовятся. Очень тяжело будет пройти команде Not Bad. Этих троих опорников. Ну, да, все, длина развалилась. Все печально. Походу, дело, 15-й раунд. Сейчас выиграет команда Vega. Бит. Бит. Не перестреливает скубикса. СНК в этот момент еще не успел занять длину, чтобы как-то разменяться. Ну, или, по крайней мере, попытаться пострелять. Оншайн. Загулявшего скубикса отстрелил. На самом деле, ну, не обязательно было уже пикать. Ну, окей, пошел, умер. Муншайн. Есть дым, есть. Тапчик. СНК. Как-то не обратил внимания на Джара. Такое впечатление. Ну, и за 9 секунд до конца раунда просто уходит сейвить свой калаш. За атаку Муншайн. 15-й раунд. Справляется в актив команды. Vega. Сквадро. Давайте последний раз, наверное, чекнем кэфы. Да. 13-51. Максимально возможные сейчас суммы. Готов выделить GGBET на победу коллектива NotBet по ходу карты D Overpass. Ну, и кэф 1-2-0. Можете поставить тысячу. И тысячу забрать. В случае победы Vega. Минус комиссия. В итоге чисто поставить в минус. Можете на команду Vega. При счете 15-10 в их пользу. NotBet уже ничего придумывать не хотят. Попытаются просто залететь на монстра. Тут коктейль Молотова горит. Ой-ой-ой. Бит. Дал энтри. Там все горели. Посмотрите на эти хелсбары. Он дал минус. Бит. Сейчас просто руку помощи протянул своей команде. Два фрага. Все. Это, знаете, такой пуш последней надежды. Пуш отчаянности. Пять человек прогорело в Молотове. Схавало хаешку. И они сделали 2 энтрикила. 2-300. Но деньги есть у команды Vega. Хотя, наверное, да, пойдут уже сейвить. Все-таки Сист погибает в колбес. Кубикс также в спине не перестреливает Муншайна. И такой вот раунд. Вышли, убили сейчас от команды NotBet. При этом Vega вроде бы все сделала правильно. Там Молотов, хаешка, префайр. Но когда прилетает из Калаша с первой, тут уже ничего не подпишешь, тут уже ничего не поделаешь на самом-то деле. Да, JR сейвит авик, в принципе. Даже несмотря на то, что деньги есть. Но у Скубикса 500, у Сизда 2000 денег. Плюс у самого JR на руках огромное количество value. Бомба взрывается. Вот он второй раунд за атаку у команды NotBet нарисовался. Ну и сейчас, конечно, задача выиграть еще 4 подряд. Чтобы вывести этот оверпасс на дополнительные раунды. Также напомню, следующий у нас будет бой на карте Demirage. Это будет выбор уже команды NotBet. Пока что Vega тут пытаются свою карту закрыть. Довести, так сказать, до победы. Уже, казалось бы, законченный овер. Дальний Молотов. Ну вот что тут. Пошли дефолты, пошли дефолты. Джарс. ВП пытался пушить. И услышал СНК. Чуть-чуть отошел назад. Сделал минус. И вернулся на Б. Но это... Это филигранное решение. Две ХЕшки набито. Оставляют ему 15% здоровья. Фикс пытается простреливать, но не слишком удачно. Все это заканчивается. Муншайн готовится... Или готовился давать флешки. Закрывая все-таки фикса уже прострелом. Сделал краш. Да, тут дымшорт. Гранат много у защиты. Пытается Бит выйти на своих 15 хп. Но... Да. No chance для команды NotBet. Я так понимаю, 5 в 0 сейчас это закончится. Нет, есть первый размен. Зет хоккей. Против всей команды Vega Squadron. Прямо сейчас без бомбы за минуту до окончания этого таймера. Нагорает коктейль Молотова. Можно все еще попытаться забрать бомбу в этих смоках. Но выходит открыто. Ну и краш заканчивает. Оверпасс. Отличный диффенс. Если в атаке все-таки были определенные трудности у команды Vega, то за сторону защиты сделали все идеально. Отличный поджим. Еще раз хотелось бы сказать, сделанный очень вовремя. Поломали экономику. Вышли в хороший плюс для себя Vega. Именно за счет аркады с Б вдвоем через монстра. Именно за счет аркады длины вдвоем. В средней стадии второй половины. Статистика по убийствам у вас на экранах. Можем отметить. СНК в первой половине играл великолепно. Во второй не хватило его фрага. В Муншайн 20 на 20. 21 фраг сделал фикс. Ну и Vega более-менее ровненько. Подчеркнем 25 убийств с Кубикса. Подчеркнем отличный минус 4 квадрокилл в 15-м раунде от Джара. Дима отработал четко. Ну в общем, по фрагам претензий, конечно, командам никаких нет. По счету 16-11. Все закончилось в пользу коллектива Vega. Напомню, это был их пик. Сейчас, я думаю, минут 10 будет пауза. И вернусь к вам вместе с картой Мираж. Карта под номером 2. Вы же залетаете на Старладер 10. Хотя там, наверное, тоже закончилось. Сейчас гляну. Нет, там 13-12. Спирит против Экстремум. Также в первом туре невероятная рубка. Открывайте две вкладки. Ну а я вас жду уже минут через 10. Продолжение следует.